Теперь мы поговорим с вами о выборе арбалета для подводной охоты. Арбалеты для подводной охоты в первую очередь делятся по длине. Самые маленькие арбалеты это 35-40-50 см. Такие коротенькие и простые арбалеты, которые обычно используются либо новичками для того, чтобы попробовать, что же такое подводная охота. Также часто их используют и дети. С такого арбалета можно стрелять некрупную рыбу. В основном это какая-то рифовая рыба наподобие скорпены, зеленушки, если на Черноморском побережье. Также с таких маленьких арбалетов обычно начинают стрелять в платвёшку, подлещиков небольшие, где-то в озёры, где более-менее хорошая видимость. То есть это самое-самое начальное ружьё. Арбалеты 60-75 см. Это уже более распространённые ружья, которые обычно используют в пресноводных водоёмах при видимости от 2-2,5-3 метров, когда уже хорошая видимость. Также очень часто такие ружья используются на нашем Черноморском побережье. Это Геленджик в Сочи, где видимость не превышает обычно 3-4-5 метров. Средняя прибрежная зона, видимость именно такая. Тоже более мощные, можно их назвать начально-профессиональными, скажем так. Следующие арбалеты по длине это 85-90-95, то есть такой класс. Эти ружья уже, как правило, более профессиональные. У них, как правило, уже идёт по, ну как правило, две тяги. Одна-две тяги. Более мощный триггерный механизм, более толстый гарпун бывает. Уже, как правило, из калёной стали идёт. Хотя бывают и бюджетные тоже модели, наподобие вот такой, относительно недорогой модели, которые тоже, в принципе, используются примерно в таких же условиях. Такую длину очень хорошо используют у нас на Черноморском побережье в районе Крыма. Также с такой длиной уже можно охотиться и в средиземноморских акваториях при охоте в прибрежной зоне. Также бывают ружья для океанической охоты. Это уже, наверное, самый высокий класс ружей от метра. От метра до двух. Даже бывают ружья длиной 2 метра. Ну вот в данном случае в руках у меня тиковое ружьё, которое предназначено для трофейной охоты. Здесь мы, как видим, три тяги стоит. Оно достаточно тяжёлое, но в воде имеет хорошую, скажем так, плавучесть и в то же самое время большой удельный вес. И в воде оно манёвренное, но при этом тяжёлое и меньше отдачи. Гарпуны, как правило, толстые, используются на таких ружьях. Ну, это именно профессиональное ружьё уже для профессионалов. Поэтому те, кто покупают такие ружья, охотники, они уже, как правило, о ружьях знают очень и очень много. Такие ружья, как правило, стоят очень дорого. Значит, что ещё необходимо учесть при выборе ружья? Сейчас мы немножко пробежимся по техническим характеристикам ружья, для того, чтобы вы поняли, на что следует обращать внимание при выборе арбалета для подводной охоты. Ну, давайте начнём с самого простого. Самое простое – это у нас ленинсбрасыватель. Ленинсбрасыватель бывает пластиковый, бывает металлический. В данной ситуации у нас пластиковый ленинсбрасыватель, и находится он снизу. Пластиковый ленинсбрасыватель, ну, это и так понятно, что имеет свойство ломаться, так как он именно пластиковый. Ну, и то, что он находится снизу, конечно, это является, наверное, больше минусом, чем плюсом, потому что, как и у пневматических ружей, нижний ленинсбрасыватель менее удобный, чем боковой. Бывают ружья с боковым ленинсбрасывателем, как вот здесь. Они бывают разных типов, они бывают в начале ручки, в конце ручки, то есть в всевозможных разных местах могут быть. Но основной их принцип – то, что они находятся сбоку, и при намотке леня, когда мы лень наматываем, лень ложится сбоку, и достаточно удобно и комфортно эксплуатировать такое ружьё. Ну, также мы видим, что здесь, в данной ситуации, он изготовлен из нержавеющей стали, и, соответственно, он практически будет вечный. Ещё какие особенности есть у ружей? Ну, так же, как и у пневматических ружей, очень важный параметр арбалета – это курковое пространство. То есть, насколько большое отверстие в рукоятке для того, чтобы туда можно было засунуть перчатку какой-либо толщины. Ну, как правило, у всех арбалетов достаточно большая курковая скоба, поэтому, как правило, они все предназначены для охоты в толстых перчатках или в толстых рукавицах. Поэтому в этом случае арбалеты, в принципе, все универсальны. Значит, на что ещё мы обращаем внимание при выборе ружья? Ну, немаловажный фактор – это направляющая. Что такое направляющая? Направляющая – это та часть, скажем так, ствола, по которой движется гарпун. Вот в данной ситуации у нас опорных точек всего две. Это в рукоятке и в оголовье. Здесь у нас свободное пространство. То есть опоры гарпуна в середине ствола не происходят. И поэтому при заряжании ружья, особенно когда ружьё достаточно длинное, происходит деформация во время выстрела и во время натягивания тяг, и гарпун может немножко играть. Это может, во-первых, дать дополнительный звук, а во-вторых, отразиться на траектории движения гарпуна. Он будет волнообразно двигаться и может отклоняться. Допустим, вот в такой модели направляющая уже интегрирована в стволе. То есть это часть ствола, желоб, по которому движется гарпун, это и является неотъемлемая часть ствола. И поэтому, когда гарпун движется по такому стволу, он прижимается ровно, не происходит никаких колебаний и дополнительных звуков. Но, естественно, что выстрел становится более точным. Вот это очень важная часть. И также в данной ситуации вот эта направляющая, которая здесь присутствует, она является дополнительным ребром жёсткости, потому что алюминиевая труба имеет свойство сгибаться. Такое вот ребро жёсткости в виде направляющей не позволяет деформироваться стволу. Ну и тем самым достигается более точный выстрел. Значит, также бывают направляющие, которые мы можем либо самостоятельно интегрировать в ружьё, либо они являются наборными. То есть их можно перемещать. Ну, также здесь вот выполнено очень оригинально наборные направляющие. Бывает, направляющие приклеивается, бывает, перемещаются по стволу несколько точек направляющих. То есть вот на всё это необходимо обращать своё внимание. Я, кстати, сейчас покажу на примере, какая ещё может быть направляющая. Вот смотрите, видите, точка опоры первая, точка опоры вторая, точка опоры третья. Бывает вот такая же точка опоры, такая же направляющая, может быть ещё здесь, может здесь. Их может быть несколько. И от этого зависит, потому что точность зависит. Если мы сейчас повернём вот эту направляющую в сторону немножко, то гарпун сразу уходит со своей траектории. Если видно, гарпун может уйти с траектории, поэтому очень важно. Но когда мы имеем интегрировающую направляющую вдоль всего ствола, таких вещей не происходит. Отклонение гарпуна просто не произойдёт. Итак, переходим к следующим частям, на которые следует обращать внимание. Значит, оголовье. Оголовье – это та часть, которая удерживает тяги и служит также направляющей для гарпуна и удерживает гарпун. У неё таких много функций. Она бывает закрытого типа, ну точнее, бывает закрытого типа оголовья, а бывает открытого типа, как здесь. В чём у них принципиальная разница? Принципиальная разница в том, что когда у нас оголовье закрытого типа, то гарпун удерживается с помощью, скажем так, пластиковой, ну не знаю, как называется, хомута, пластиковой детали. То есть, когда мы переворачиваем, допустим, гарпун во время движения в воде, у нас гарпун удерживается за счёт непосредственно самого оголовья. А оголовье открытого типа, как, например, здесь, давайте не здесь, а вот здесь, чтобы было наглядно. Значит, здесь оголовье удерживается за счёт линя верёвки, которая обнимает гарпун и тем самым его удерживает от колебания и от выпадания, чтобы гарпун не выпадал. Вот таким образом. В чём принципиальное отличие закрытого оголовья и открытого оголовья? Принципиальное отличие, что, во-первых, в открытом оголовье, как правило, используются только кольцевые тяги, вот такие круглые. Кольцевые тяги имеют выше КПД и с ними проще обращаться, их проще заменить. И они, естественно, мощнее. У оголовьев закрытого типа используются парные тяги, вот такие отдельно выкручивающиеся. И можно также вставлять сюда и кольцевую. То есть, это принципиальное отличие, в чём отличается. И сейчас я ещё расскажу о принципиальном различии гарпунов. И тогда вы поймёте, для чего используется ещё открытое оголовье и закрытое оголовье. Значит, гарпуны бывают двух основных типов. Первый тип – это гарпуны с пропилами. То есть, в гарпуне сделаны прорези, за которые цепляется непосредственно сама тяга. То есть, вот таким образом у нас зацеп, тяга, пропилы. И тяга при натяжении цепляется непосредственно за... Сейчас, секунду. Вот таким образом цепляется за пропил. И второй тип – это гарпуны с так называемыми шаркфинами, акулями плавниками. У них есть очень много названий. Пины, как только не называют. Гарпун – это приваренные вот такие треугольнички, бывают штырьки, бывают всевозможные конструкции, не нарушая целостность самого гарпуна. Такой гарпун легче заряжать, то есть, легче зацепить за него зацеп. Можно использовать верёвочный зацеп, немножко позже расскажу об этом. Но самое главное, принципиальное различие вот этих двух гарпунов – это в том, что гарпун с пропилами имеет свойство ломаться. Ломаться и гнуться. То есть, так как у него нарушена целостность к самой конструкции. Поэтому крупная рева может просто сломать гарпун. Это надо учитывать. У гарпуна с шаркфинами максимум, что может произойти – это сгибание гарпуна. Сломаться вряд ли он сломается. Поэтому при охоте на крупную рыбу необходимо использовать гарпуны с шаркфинами. Это сомики, те же самые сазаны и любая другая крупная рыба, которую можно в пресноводных водоёмах встречать. Либо крупная рыба, которая встречается на морских акваториях в море. Итак, поэтому при использовании открытого и закрытого оголовья используются принципиально разные гарпуны. То есть, при использовании ружья с закрытым оголовьем мы не сможем использовать гарпун с шаркфином. Он просто-напросто будет цепляться при выходе из оголовья. А вот уже с открытым оголовьем можно будет смело использовать гарпун с шаркфином. Ну, гарпун с пропилой можно использовать и там, и там. Но, как правило, в ружьях с открытым оголовьем его уже не используют, потому что профессионалы всё-таки выбирают гарпуны с шаркфинами. Вы просто должны это знать при выборе ружья, при выборе арбалета подводного. Это очень важный нюанс. Ну, также ещё бегло можно сказать о материале и видах гарпуна. Бывают иногда гарпуны с резьбой в конце. Ну, как правило, классические гарпуны – это гарпун так называемого таитянского типа с одним или двумя лепестками, не скручивающимся наконечниками. Вот такой штатный гарпун. Также гарпуны различаются по качеству стали. Бывают гарпуны оцинкованные, бывают гарпуны нержавейки, с нержавейки изготовленные. И бывают ещё гарпуны с калёной нержавейки. То есть, естественно, что калёная нержавеющая сталь – это гарпун будет самый дорогой, самый профессиональный. Если он ещё и с шаркфинами, соответственно, он будет ещё дороже. Самый дешёвый – это оцинкованный гарпун с оцинкованной стали и с пропивами. Значит, вот немножко мы пробежались по основным частям. Значит, на что ещё следует обратить внимание, что ещё очень важно при выборе ружья? Конечно же, это непосредственно то, что придаёт ружью мощность и придаёт ему энергию. Это тяги, которые мы натягиваем, заряжаем. За счёт этого стреляет ружьё. И механизм триггерный. То есть, непосредственно сам механизм, за который цепляется гарпун во время зарядки. Наглядно, чтобы это было. Вот, защёлкнулся у нас механизм триггерный. Вот эти две части – тяга и сам триггер – это две неотъемлемые части. Они друг от друга зависят. Тяги бывают разных толщин. От 12 до 22 мм. Самые распространённые – это 16-17,5 или 18 тяги. На данной ситуации, на данном ружье установлена тяга 17,5 мм. Качество триггерного механизма напрямую зависит от того, сколько тяг мы можем поставить на это ружьё. К примеру, если мы берём самое дешёвое ружьё, то здесь стоит не толстая 14-я тяга и пластиковый триггер, пластиковый механизм. Дело в том, что материал механизма напрямую будет диктовать нам, какую толщину тяг мы сможем поставить, сколько тяг мы можем зацепить, какой мощностью ружьё у нас в итоге получится. То есть, естественно, что пластиковый триггер будет гораздо менее надёжен, чем металлический, тот, который изготовлен полностью из нержавеющей стали. В данной ситуации пластиковый механизм. На этом ружье у нас механизм полностью сделан из металла, что, соответственно, даёт возможность поставить на него две мощные тяги. Что ещё необходимо помнить о тягах? Тяги бывают разные по материалу и тяги бывают разные по исполнению производителя, соответственно. Тягу можно определить по качеству очень просто. В первую очередь, тяга внутри имеет полость. Так вот, от диаметра этой полости внутренней мы и понимаем, насколько тяга качественная. Если её сильно сжать пальцами, тягу, то некоторые тяги сожмутся, что говорит о том, что у них внутри большое пространство, то есть воздух, просто элементарно. Это получается у нас трубка. А другие тяги сжать практически невозможно. Допустим, как вот здесь. Там практически нет отверстия внутри. Оно очень маленькое, меньше миллиметра. Вследствие этого, мощность этих тяг будет кардинально разная. У кого отверстие меньше, у какой тяги, та тяга будет мощнее. Ну и плюс ещё качество самой резины исполнения. Хорошая латексная тяга обладает гораздо большим эффектом, большим КПД, нежели тяга изготовленная из недорогой какой-то не очень качественной резины. Значит, ещё немаловажный фактор – это зацепы. Что такое зацеп? Зацеп – это вот эта часть, которая соединяет два конца тяги и зацепляется за гарпун непосредственно. То есть, то, что служит зацепом для гарпуна и впоследствии как раз-таки выбрасывает гарпун из ружья. Они бывают разные. Зацепы бывают самые простые на бюджетных ружьях. Зацепы устанавливаются вот такие вот наподобие проволочных, проволочные зацепы. То есть, это просто оливка пластиковая, такой, скажем, колпачок и просто нержавеющая проволока. Есть более сложные зацепы. Они устанавливаются уже на более продвинутых ружьях. Так называемый шарнирный зацеп, который движется, он более надежен. Он имеет меньшую вероятность соскочить с гарпуна во время зарядки, во время его эксплуатации. Ну и меньше, соответственно, шансов, что он сам сломается, потому что проволока со временем может сломаться. Ну и также бывают еще профессиональные зацепы. Так называемые веревочные, вяжутся они и с крепкой веревки ДНМ. Это уже профессиональные. Используются они, как правило, на ружьях, у которых установлены гарпуны с шаркфинами. О чем мы говорили уже о приваренных таких треугольничках. И позволяют увеличить КПД ружья, увеличить его мощность за счет того, что уменьшается вес, уменьшается сопротивление, уменьшается звук, уменьшается вероятность того, что мы можем повредить руки. Если вы обратили, то на протяжении всего времени я работаю в перчатках. В перчатках работать обязательно, то есть, когда мы заряжаем арбалет, да и пневмат, мы всегда это делаем обязательно в защитных перчатках. В неопреновых, в кевларовых и так далее. Это нужно для того, чтобы просто не повредить руки. Зацепившись за вот такой шаркфин или за зацеп, всякое бывает при разрыве, тяге, либо просто соскочил и не удержали, мы очень серьезно можем повредить руки. Поэтому я все делаю именно в перчатках. Вот, мы проговорили, что у нас бывают еще веревочные зацепы. Ну и теперь маленький такой нюанс. Триггерные механизмы бывают не только пластиковые и изготовленные из нержавейки, они также еще и бывают так называемые реверсивные. Что это значит? Об этом знают далеко не многие. Реверсивный механизм это механизм, который перевернут. То есть, если мы берем, к примеру, вот такое ружье, обратите внимание, у нас есть разгонная часть, где натягивается тяга и идет разгон гарпуна. Так вот, эта вот разгонная часть, это как раз таки и будет мощность ружья. То есть, какое время к ружью прикладывается энергия. Так вот, в данной ситуации мы видим, что зацеп находится у нас достаточно далеко от кончика ручки. Вот, смотрите, какое расстояние. Соответственно, разгонная часть здесь меньше, чем у ружья, у которого зацеп происходит практически в рукоятке. Видите, как далеко. То есть, мы выигрываем 5-7 сантиметров, а это очень много, это как раз таки придает ружью большую мощность. Поэтому мы можем использовать либо ружье меньшей длины при такой же мощности, как ружье без реверсивного механизма, либо ружье такой же длины, но мощнее. Понимаете, да? Ну, это, наверное, все основные ключевые моменты, о которых я хотел поговорить. Ещё есть один маленький нюанс, о котором я не сказал. Это упор. Это важная деталь ружья, которая позволяет комфортно заряжать ружьё, в принципе, любой длины. Этот упор мы упираем в солнечное сплетение, берёмся за тяги и заряжаем ружьё. Если упора нет, либо он некомфортный, то тогда наша грудная клетка будет трещать, у нас будут постоянно оставаться синяки. А тем более, если вы ещё это делаете без костюма, что я не рекомендую. В любом случае, должна быть защита тела. Поэтому вот такая маленькая деталь ружья, вот как здесь, допустим, она здесь, пяточка здесь очень большая, очень удобная, большая у неё площадь. Соответственно, ну, это очень важная вещь. В принципе, и всё, что можно рассказать вкратце о выборе именно арбалета для подводной охоты. Дальше уже мы расскажем более подробно о каждой модели, где расскажем её плюсы, какие-то нюансы в эксплуатации. Ну, если у вас остались какие-то ещё вопросы по выбору снаряжения, то вы можете обратиться к специалистам компании MPD. Охотники все опытные и подскажут вам с удовольствием, как правильно выбрать правильное ружьё для подводной охоты. Ну, в частности, здесь арбалет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!